Несмотря на разгромные поражения со счетом 2-7, которые гости из Красноярска потерпели накануне, их команда выглядела небезнадежно. Половину матча соперник оказывал саранским хоккеистом вполне достойное сопротивление. Это было видно и по счету, до 34-й минуты он был равным, и по игре, что отмечали хоккеисты и тренеры Мордовии. Во второй половине встречи класс и опыт наших игроков взял свое, после чего гости чуть рассыпались и больше энергии тратили на различного рода потасовки, нежели на попытке сделать разницу в счете не такой разгромный. Тяжело, мы ребятам все вроде бы объяснили, но тяжело им перестроиться, потому что еще мышления им этого не хватает быстрого. А ребята из Мордовии, там у них наиграно все быстро, на быстроте, на мелком пассе и исполнительское мастерство есть. Поэтому мы где-то у нас один, кто-то из четверки выпадает и все, и получается момент, голы получаются, наши ворота. В повторной игре, которая состоялась в минувшую среду, хоккеисты Мордовии, как и днем ранее, сумели соорудить быстрый гол, и так же, как и во вторник, сделали это в большинстве. Кружилин сильно бросился со средней дистанции, поймать такую шайбу не представлялось возможным. Она отлетела от щитка голкипера прямо на клюшку Елагину, который ей поразил цель. Чуть позже вновь случился элемент дежавю с отсылкой к игре днем ранее. Мордовия почти сразу отыгрались. Мусалимов из-за ворот пустил шайбу по борту прямо на свободного нападающего красноярцев. Шункин проехал вдоль ворот, с первым его броском справился Евдокимов, а после второго шайба залетела в сетку. Мордовия почти сразу вышла вперед и вновь после розыгрыша лишнего. А Бозин нашел на дальней штанге одинокого Колычева, который и стал автором второго гола. Еще через полминуты Юнышев после броска Батрудинова добил шайбу в ворота. В начале второй 20-ти минутки хозяева увеличили отрыв от соперника до трех голов. После борьбы за воротами шайба отскочила на пятак, где Дмитрий Саразов опередил защитника и в касание отправил шайбу мимо вратаря. На 34-й минуте дружина Юрия Воробьева забросила уже третью в матче и седьмую за все двухматчевое противостояние шайбу в большинстве. На этот раз достиг цели бросок с дальней дистанции в исполнении Сергея Горячего. В начале заключительного отрезка встречи гости усилиями Бурмаго забросили вторую шайбу. На 49-й минуте Мордовия в очередной раз получила право на реализацию большинства. Всего 14 секунд хватило дружине Юрия Воробьева, чтобы забросить очередную шайбу при розыгрыше лишнего. Ее автором стал Евгений Филин. В концовке встречи при игре 5 на 4 отличились уже гости, но этот гол никак не мог повлиять на ход игры. В итоге 6-3. Уверенная победа Мордовии в повторной встрече. Эти матчи беспокоились, потому что большой был перерыв. Новогодние праздники отпускали ребята. И для восстановления полных кондициях игровых, конечно, время было маловато, но отдать должны ребята немножко. Скажем так, профессионально подошли, больших проблем не было. Хотя, если сравнивать вчерашнюю с сегодняшнюю, то сегодня, как сказать, если по счету мы вчера больше забили, меньше пропустили, сегодня меньше забили, больше пропустили. Но сегодня игра на порядок интереснее была, по крайней мере, в тактическом, техническом варианте. Немножко так возвращаются эти кондиции. А сейчас беспокойство вызывает третье наше звено, они сегодня 0-2 при таком выигрышном счете. И с такой командой микроматч програнили 0-2. Но есть у нас, значит, определенные проблемы, будем стараться их решить. Мы еще только учимся, да, на этом этапе находимся. Поэтому для нас любая игра с такими командами – это большой плюс, огромный. Да, нам не хватает еще маленького спортивного мастерства, но мы работаем, учимся. В таких играх, как бы, приходит команде характер. Всегда заставляем ребят биться до конца, как бы не складывался матч. Следующие матчи наша команда, согласно календарю, проведет на выезде против клуба «Юниор», который в минувшем туре дважды обыграл в гостях клуб «Чебоксары». Ближайшие домашние встречи запланированы на 20 и 21 января. Соперник клуб «Алтай» из города Барнаул. Юрий Осипов, Владимир Ильин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова